Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Вашему вниманию, жизнь на новой земле, вознесение Агарты. Тема крайне интересная для всех нас. Отец-Абсолют читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Итак, давайте продолжим разговор об Агарте. В предыдущем моем послании я предложил вам практику по энергетическому взаимодействию с этой стороной внутренней Земли, поскольку мне хотелось бы, чтобы вы почувствовали ее общую энергетику. Но на самом деле ее строение весьма сложное и многообразное, так как ее обитатели пребывают в разных измерениях от пятого до восьмого. В настоящее время в Агарте уже нет четкого разделения над цивилизацией, а ее параллельные миры представляют собой энергетические образования разных измерений. Все эти измерения отделены друг от друга невидимой завесой, напоминающей гибкие и подвижные мембраны, которые позволяют обитателям Агарты перемещаться из одного измерения в другое. Поскольку жители Агарты продолжают духовно развиваться, то по мере повышения своих вибраций они способны переходить в более высокие измерения, причем в своих физических телах. Происходит это за счет того, что их тела начинают все больше разряжаться, что позволяет им входить в резонанс с более высоковибрационным энергетическим пространством и преодолевать завесу между измерениями. В некотором смысле то, что происходит в этой стране, является неким прообразом того, что ожидает в ближайшем будущем и вас. Для чего я рассказываю вам об этом так подробно? Прежде всего, для того, чтобы вы поняли, насколько многообразен мир на вашей планете и с чем вам придется столкнуться после перехода. И еще важно, чтобы вы знали, что обитатели параллельных миров, внутренней Земли, после ее перехода в Пятое измерение, не только не понизят свои вибрации, а способны будут перейти на более высокий уровень благодаря высоковибрационному общему фону вашей планеты. И сейчас я попробую объяснить вам, какие энергетические процессы будут происходить в Агарте по мере продвижения Земли в Пятое измерение. Поскольку Агарта изначально существовала в параллельных мирах более высоких измерений, то на Новой Земле она займет положение, подобное тому, какое занимает в околоземном пространстве светлые силы. Вознесенные мастера, Ангелы и Архангелы и многие другие пока еще не знакомые вам существа высшего порядка. Образно это можно представить себе так, что ваша планета вывернется наизнанку, в результате чего все низковибрационные цивилизации, существующие во внутренней Земле, отпадут, поскольку не способны будут войти в резонанс с Новой Землей. Они уйдут в другие миры, соответствующих им измерений. Что же касается Агарты, то ее цивилизации, которые будут находиться на одной волне с Новой Землей, будут существовать в том же измерении, что и вы, и будут помогать вам осваиваться в новом для вас мире. От цивилизации Агарты, достигшие более высокого уровня развития, попадут на соответствующие им уровни вибраций. Другими словами, после перехода Земли в Пятое измерение, страна Агарта переместится из внутренней Земли во внешний мир, поскольку уже отпадет необходимость ее изоляции от мира Третьей плотности. Как видите, родные мои, вознесение Земли несет в себе огромные изменения в жизни всех ее обитателей, как на ее поверхности, так и внутри. И мне хочется, чтобы вы уже сейчас в полной мере это осознали и были готовы к взаимодействию с самыми разными цивилизациями, обитающими в непосредственной близости от вас. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами. Вы прослушали тему Вознесения Агарты.